Боевики группировки Джейш Алислама встреливают мирных жителей, не давая выйти по гуманитарному коридору в Восточной Гути и привлекают заключенных к оборудованию своих позиций в районе. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии. По данным Центра, за прошедшие сутки из-под контрольных экстремистов районов по жилым кварталам Дамаска было выпущено 13 мин. Гуманитарная организация «Сирийский арабский красный полумесяц» сообщает, что жители осажденного анклава жалуются на острую нехватку продуктов питания и медикаментов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет бесконечно терпеть удары боевиков из Восточной Гути. Нам удалось вывезти оттуда достаточно большую группу тех, кто хотел оттуда выйти. Но подготовленная вторая группа выйти не смогла, потому что боевики просто не дали возможности выйти. Как известно, во всяком случае в России мы это хорошо знаем, мины попадают даже на территорию посольства Российской Федерации и торгпредства. Ну что, терпеть это будем бесконечно, что ли? Нет, конечно. Во вторник эвакуация мирного населения также сорвалась из-за обстрелов со стороны боевиков. Между тем, по данным расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с 19 февраля в результате боевых действий в Восточной Гути погибли 600 человек. В ООН заявляют, что введенной по инициативе России пятичасовой гуманитарной паузы в боевых действиях недостаточно для того, чтобы доставить помощь в этот пригород Дамаска. Продолжение следует...